День воскресный, день чудесный, а я спешу к вам с новым интересненьким сюжетом. Друзья, в каждом выпуске я стараюсь вас чем-то удивить, найти какую-то изюминку, для того, чтобы вам было интереснее смотреть. Читая ваши комментарии, замечаю, что сними что-нибудь мотивационное, чтобы можно было посмотреть, задуматься, получить для себя новую информацию. И вот сегодня об этом и пойдет речь. Ну и безусловно, в этом выпуске не обойдется без моих комментариев, но с ними я постараюсь быть максимально краток, потому что человек раскрыл всю тему. Изюминка этого выпуска скрывается в его квартире. Я вам постараюсь показать что-то интересненькое, раскрыть историю жизни, как человек трудился на дядю и что произошло дальше. Пусть он расскажет обо всем сам. Но почему-то я уверен, вот давайте в начале просмотра, большая часть его поддержат, но будут и те, кто осудят, скажут, все неправильно, все не так, все нужно было делать по-другому. Вот ваше мнение в комментариях я с удовольствием и почитаю. Друзья, ролик будет разбит на блоге. Сначала познакомимся с человеком и дальше поэтапно-поэтапно дам вам всю информацию. Посмотрите внимательно. Мне кажется, сюжет потрясающий. Ну, конечно же, вы смотрите наверняка за завтраком, обедом или ужином. В моем случае раннее утро, кофе, сосисочка в тесте. Ну, все по-домашнему. В первом закрепленном комментарии вас ждет активная ссылка на телеграм-канал. Обязательно подпишитесь туда. Туда выкладываю много интересного, связанного с машинами, различного рода наблюдения. Стараюсь не спамить. Но прикольчики там бывают и действительно есть много полезной информации, которая, собственно, окружает нас во взрослой жизни. Все. Больше не трачу ваше время. Вам приятного просмотра, приятного аппетита. Давайте познакомимся, в первую очередь, с героем выпуска и посмотрим, где мы находимся сегодня. Поехали. Всем привет. Меня зовут Михаил. Мне 32 года. Я главный герой этого выпуска. Мы находимся недалеко от станции метро Алексеевская. У меня во дворе. Я здесь живу всю свою жизнь. Я родился и вырос в Москве. Вот это вот мой дом. Вот это вот моя школа, в которую я ходил. Всю жизнь проживаю на Алексеевской. А расскажи, эта квартира, получается, как? Твоих родителей, они ее покупали, им когда-то государство дало или как? Да, это квартира моих родителей, моей мамы. Моя мама родом из Казани, а папа с Урала. В молодости, когда им было лет по 18-20, они приехали в Москву учиться, познакомились в институте. Им дали коммунальное жилье, которое в 90-х годах они потом разменяли и получили вот эту трехкомнатную квартиру. А площадь какая у нее? 74 метра. А вот здесь давайте сделаем первую зарисовочку. Государство дало квартиру в Москве на проспекте Мира. Ну, посмотрите, какая атмосферка сзади дома. Пять полос в одну сторону, пять полос в другую сторону. И вот этот вот белый шум или же шум от автомобилей, который постоянно идет с выбросом газа в пыли. Постоянно. Но люди, кто живут в этих домах, в большей степени свои его уже не замечают. Еще же интересно послушать, а сколько же квартирка-то стоит конкретно в этом доме. Ну, давайте зайдем, посмотрим. Конкретный адрес, конкретный дом. Двушечка. 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 18 миллионов рублей. Как вам? 52 квадрата. И трешка, как у ребят. 75 квадратов. Уже с таким старым ремонтом. 21 миллион 600. Вот такие нынче цены. Ну, а территориальное расположение у этого дома действительно хорошее. Продолжаем. Я начну по порядку. У меня есть высшее образование, я его получил в 30 лет. Я его получал 10 лет из принципа просто. Я закончил университет синергии, если кто-то интересный, факультет менеджмента. Как-то по жизни мне это, ну, навряд ли чем-то помогло. Я понимаю, что всю жизнь нужно чему-то учиться, самообразовываться. Институт нам нужен для того, чтобы прокачивать свои мозги. Но само по себе высшее образование в плане там трудоустройства на работу мне никогда, ну, никак не повлияло. Мне никогда не мешало отсутствие высшего образования устраиваться на довольно хорошие должности. Закончив школу, я познакомился с девушкой, которая стала моей женой. И вот с тех пор мы вместе живем уже 13 лет в счастливом браке. Какое у тебя было последнее место работы? Вообще чем ты занимался, на каких должностях? Вот кратенько. И сколько зарабатывал? С 18, допустим, до 21 года я работал, вот где попало. Курьером, менеджером интернет-магазина, вот официантом, кем только не работал. Последнее мое место работы я отработал 3 года в строительной компании сметчиком, логистом и снабженцем. Моя обязанность входила это по проекту рассчитать смету и потом по этой смете заказывать материал. Зарплата росла, но вот на момент того, как я покидал компанию, у меня была акват 85 тысяч рублей. И периодически давали премии. Давали премии на Новый год, на дни рождения. И перед отпуском могли дать премии. Премии были хорошими, варьировались там от 50 до 100 тысяч рублей. Сегодня у нас есть своя изюминка, которая находится в квартире у Михаила. Он мне уже ранее писал, он мне звонил, предлагал снять. И вот дело дошло до него. Мы сейчас с вами поднимемся к нему в гости и посмотрим, как люди крутятся, вертятся, что им приходит в голову для того, чтобы зарабатывать деньги. В квартире нас ждет кое-что интересное. Поначалу, вполне возможно, вы будете в легком шоке, но когда Миша выскажется, я задам ему все самые тонкие вопросы, и вы уже посмотрите на все это по-другому. Заинтриговал? Пойдемте. Слушай, ну вот во дворе места-то хватает, да, машинам или как? Вот ты так по наблюдениям. Я так смотрю, все плотничком-то, да, заставлено. Места зачастую не хватает. Здесь бывает, в два ряда стоят машины. Днем места есть. А у тебя окна выходят на эту сторону или на дорогу? Вот мои окна, вот здесь два окна. А, у тебя второй этаж, да? Да, второй этаж. У меня здесь находятся школы, и по утрам, когда у нас сейчас начнется сентябрь, родители приезжают, заезжают к нам во двор. Вечная проблема со шлагбаумом, потому что сюда паркуются не жильцы, а вот все, кто попал, а кто в школу приезжает. На самом деле, да, чувствуется, конечно, разница дворов, что так вот подходишь, или точнее даже выходишь, знаешь, из квартиры, из подъезда, и вот тебе сразу тут же дорога, машины, да, стоят. Но тебе что, норм? Я привык к этому. А дом какого года постройки, не помнишь? Дому уже лет 70 примерно. Мусоропровод есть? Где-то 60-го года, я думаю, дом постройки. Мусоропровод есть? Мусоропровод есть. Раньше мусоропроводы были в квартирах. У нас в доме, в коридоре был мусоропровод. Ну, это мыши, тараканы, я это помню еще с детства. Мы его замуровали, как, в принципе, сделали все жильцы. И нам потом построили центральный мусоропровод, который в подъезде находится. Ага, а сейчас он рабочий? Да, да, рабочий. Слушай, ну, консьерж, да, у вас есть? Да, консьерж есть. Ну, он прям сидит? Здесь есть человек? В последнее время, видимо, не могут найти. Не могут найти? Сидит с какой-то периодичностью. В последнее время его не могут найти. Смотри, там как бы, да, обжитое такое помещение, телевизор стоит. Сколько консьерж стоит в месяц? По-моему, 8 тысяч в месяц, я надеюсь. Собирают по 200 рублей на консьерж. А, по 200 рублей вы сидите. Ну да, за 200. Вот за 8 тысяч никто и не будет сидеть. Поэтому вот у вас всякая хрень раскидана в виде рекламы. Ну да ладно, но в целом подъездик не вонючий. Пойдем. Ну что, готовы к походу в гости к Михаилу, который сейчас нас будет удивлять? А это уже все начинается здесь, да? Это уже, я смотрю, твои все экземпляры, инструменты и прочее. Немножечко захватил площадь. Здесь вот у меня лежит гипс, сейчас он у меня заканчивается. Разные виды гипса. Обычный, фасадный. Вот, я его отсюда беру по мешку и перетаскиваю в квартиру. И с ним уже работаю там. Ну, чтобы не хранить. Соседи-то не жалуются по этому поводу? Нет, соседи не жалуются. Осень приходит в наши города. Люди возвращаются с отпусков. Начинается новый учебный год. И, собственно, работать нужно в усиленном режиме. И здесь уже повседневность. Это гаджеты, которые облегчают нашу учебу, работу, творчество и хобби. Буквально неделю назад мне попадает в руки вот этот шикарный планшет Xiaomi Pad 6. Это новинка. Вместе с ним ко мне приходят крутейшие гаджеты. Так, например, чехол с клавиатурой. Посмотрите. Все. Он уже подключен. Ставим. Синхронизирован. Можно работать. И стилус. С помощью которого можно делать различные заметки. Рисовать, если вдруг вы занимаетесь различным творчеством. Да и, собственно, работать, учиться. Все из этого вытекающее. Друзья, по размерам, по компактности, по функционалу я был просто в шоке от способностей вот этого, не побоюсь этого слова, малыша. Да, максимально удобный дисплей для просмотра видосов. Все режимы многозадачности. Можно смотреть видеоролик, параллельно отвечать на электронную почту, переписываться в мессенджерах, пользоваться интернетом. Таким образом, ты сидишь с одним устройством и полноценно выполняешь сразу все свои задачи. А сегодня в современном мире все мы делаем несколько дел одновременно. И у всех это успешно получается. Когда я посмотрел цены на аксессуары, на само устройство, я был приятно удивлен, потому что они, внимание, подъемные. Именно поэтому я оставлю ссылочку в описании. Зайдите, посмотрите. То, как сделано устройство, как оно лежит в руке, все вот эти тактильные ощущения оставили меня в восторге. Ну, действительно. Вот это вот действительно новинка, которой приятно пользоваться. Так у нее есть еще крутые фишки в виде емкого аккумулятора и быстрой зарядки. Та самая история, когда вам больше не придется бегать, судорожно искать зарядку, где бы мне подзарядиться. Вот так вот это все работает. А еще есть фишка. Здесь установлена фронтальная камера с технологией, которая следит за вами. Так, например, вы приходите в конце рабочего дня домой, ставите устройство у себя на кухне, звоните вашим друзьям, родственникам. Начинаете с ними общаться, передвигаетесь, а камера следит за вами. Таким образом, вы всегда остаетесь в фокусе. В том числе, рабочие переговоры никто не отменял. Таким образом, вот эта крутейшая новинка от Xiaomi Pad 6 сделает вашу повседневную жизнь гораздо комфортнее, легче и удобнее. А еще, самое главное, функциональнее. Шикарный подарок для ваших детей, близких, да и, собственно, для себя, если нужен толковый рабочий аппарат, помощник для повседневной жизни. Пройти так называемый тест-драйв вы можете в магазинах Технопарк. Там же до 11 сентября при покупке данного устройства вы получаете подарок, один на выбор. Это может быть стилус Xiaomi Smart Pen или беспроводные наушники Xiaomi Buds 3. И хочется спросить, чего же вы еще ждете? Переходите по ссылочке в описании, заказывайте устройство и вперед в новый учебный и рабочий год. Шикарным помощником Pad 6 ждет вас по ссылочке в описании. Ну что, ребята, залетаем в гости к Михаилу. Квартира трехкомнатная, площадь 75 квадратных метров. Квартира со своими изюминками, но первое, что мы видим и складывается впечатление, как будто бы здесь идет ремонт. Но нет, Миша превратил свою квартиру частично в производство. Вот расскажи, пожалуйста, стоя здесь. Ты работаешь в офисе, зарабатываешь деньги, вроде бы тебя все устраивает. Но мы на фоне тебя видим различные поделки, изделия. Как ты вообще к этому пришел? Идея заниматься декором гипсовым мне пришла очень неожиданно. Я 10 лет искал себя, но не мог найти. Я не был в отпуске, я постоянно работал. Дальше Рязани никуда не выезжал. И вот случается так, что я поехал впервые за 10 лет в Крым, в Алушту. Я там залез на гору, можно сказать, впервые увидел море. И там на горе меня осенило. Я за долю секунды просто понял, чем я хочу заниматься. И следующую неделю я просто не вылазил из бизнес-планов. У меня было там столько мыслей, я все это писал, писал, писал. Ну и что это тебе за идея пришла в голову? Изначально идея была не отчесанная, не оформленная. Идея была заниматься силиконовыми формами. И когда я приехал из отпуска, первым делом я побежал в Леруа Мерлен, купил гипсовую плитку, сланец, купил силикон, снял с нее копию и выложил себе две стены в квартире. Понял, что заниматься гипсовой плиткой в квартире нереально, потому что она очень долго сохнет, потом при доставке клиенту очень много плитки бьется, она тяжелая, дорогая доставка, очень много пыли и очень маленький выхлоп. Но поскольку я уже начал этим заниматься, мой мозг начал думать, что я могу придумать из того, что есть здесь и сейчас с теми навыками, которые я получил при работе силиконом. И таким образом мне пришла идея заниматься декором. Ну давай, показывай. Пойдем к тебе на кухню. То есть смотри, вот у тебя прихожая таким образом превратилась частично в такую некую выставочную зону. Там у тебя стоит готовая продукция, мы сейчас покажем. Заходи на кухню. И сейчас буквально предпоследний комментарий я хочу дать, лишь для того, чтобы у нас с вами была прямая связь и понимание. Все те, кто подумают, что сейчас начинается какая-то скрытая реклама услуг Михаила, ответ нет. Никаких ссылок там на магазины не будет. Просто сама идея, которая его воодушевила, многих рассмешила. В том числе и его друзей. Представляете, залез на гору и думает, декор птичек. Птичек буду делать, дельфинчиков и в дальнейшем различные статуэтки. Ну вот послушайте человека. В тот момент, когда начинается пандемия, многие закрываются, он открывается. Начинает это творить все дома. В общем, послушайте, пожалуйста. Сейчас я буду задавать ему все потенциальные ваши вопросы. И он будет давать на них развернутые ответы. В целом, сама идея, я думаю, вам оставит приятное после вкуса. А на кухне у Михаила, ребята, зацените. Здесь целый бизнес выстроен. На ваших экранах два 3D принтера, которые делают различные изделия. Изделия, бабочек в данной ситуации, какого-то паука, что ли? Дракона. Дракона. И вот здесь ты как бы начинаешь работать постепенно, постепенно разворачиваешься и делаешь. Расскажи, почему, например, ты сейчас не снимаешь себе офис, отдельное помещение? Ведь я знаю то, что ты имел такой опыт. Это как раз, друзья, специально для всех тех, кто скажет, типа, нахрена этим заниматься дома. Рассказывай. Я, наверное, начну немножко по порядку, чтобы прослеживаться какая-то логика, как все шло. В какой-то момент дело, которым я сейчас занимаюсь, стало приносить мне стабильной, чуть больше моей основной зарплаты в найме. И моя жизнь выглядела так, что я 5 дней работаю на работе, в 9 вечера я прихожу домой, и до 3 ночи я делаю гипсовые фигурки. Каждый день, без выходных, на протяжении года я этим занимаюсь. И в какой-то момент передо мной стал выбор. Просто сработало какое-то чувство самосохранения, что я не могу так работать по 16 часов в день вообще без выходных. Там один, может быть, был за год, я не знаю. В общем, очень было много работы. Ну и сработало чувство самосохранения. Я понимал, что если я хочу развиваться, то тут даже выбора не стоит. Нужно увольняться и развивать свое дело. Что я и сделал. Увольняться было страшно, потому что работа действительно очень хорошая. И руководство золотое, и коллектив приятный, и зарплата хорошая. Такую работу просто за 2 недели не найдешь. Я это прекрасно понимал. В 2019 году я начал этим заниматься. Но она у тебя стрельнула так, что ты начал зарабатывать примерно столько, сколько ты получал на зарплате. В каком году? Ну, в течение 2 лет я так вот развился. Ну и в 2022 году, получается, ты увольняешься. Да, и в 2022 году я увольняюсь. Ну и смотри, на сегодняшний день у тебя дело пошло. У тебя есть магазин на различных маркетплейсах. На всех. Вот расскажи, кто это покупает? Для чего вообще это нужно? В чем ценность? Я вот ни в коем случае тебя не хочу обидеть. Мне просто интересно, неужели вот эти различные фигурки, они настолько востребованы, что у тебя вон оно работает без конца. Стеллажи, постоянно ты делаешь отгрузки. Реально вот такое вот прям вот так вот надо? Да, действительно, это покупают. Я когда начинал заниматься этим делом, мне все говорили, что это полная шляпа. Хрем полный, да? Этим всем завалены все пляжи Анапы, никто это покупать не будет. Все. Ну, я изначально не гнался за какими-то быстрыми деньгами. Я решил, что я возведу это в ранг хобби. Я выпущу одно изделие. Пойдет, не пойдет, выпущу второе изделие. Я как человек, много проработавших в продажах, понимаю, что не бывает нулевой конверсии. Что угодно можно продать. Просто вопрос с первого этого раза будет или с тысячного. Если у меня один проект будут покупать раз в год, хорошо. У меня будет 100 проектов тогда, которые будут покупать раз в год. А это уже еще две зарплаты. Вот. И с таким подходом я настраивался работать в долгую. Но по итогу результат был гораздо круче, чем я даже себе мог представить. В какой-то момент ты принимаешь решение, что да, надо из квартиры выезжать с точки зрения вот этого всего производства. И снимаешь помещение. Вот расскажи, как ты его искал, с чем ты там столкнулся. Первым делом, когда я уволился с основной работы, я поставил себе цель арендовать помещение. Я посчитал, сколько нужно на это денег, чтобы сделать все по уму. Поэтому мне насчиталось там где-то, что мне нужно 300 тысяч, чтобы открыть производство. И это нужно было еще пару месяцев поработать. Но я такой человек, который любит ставить себе сложные цели. И я решил, что я открою свое производство за месяц. Не за два-три, а за месяц. А по итогу вышло за две недели. Что я для этого делал? Я каждый день по три-четыре раза мониторил Авито на предмет новых объявлений по аренде коммерческих помещений. И в какой-то прекрасный момент в 11 вечера приходит объявление, выкладывается о том, что за 24 500 рядом с домом в одном километре сдается подвал 45 квадратных метров. Свой вход, минус первый этаж, нету соседей, круглосуточный доступ, мокрая точка в помещении есть. В сумму 24 500 уже входят все коммунальные платежи. То есть ничего сверху гарантированно не будет. Я прям сразу беру свою жену, сажусь на такси и еду туда. Вот прям в 11 или в полдвенадцатого вечера. Я договариваюсь, что мне его показывают. И я сразу это помещение забираю, на следующий день подписываю договор. И быстренько нанимаю грузчиков и переезжаю в это помещение довольный, что очень все классно. Там трубы отопления идут, тепло, думаю, хорошо, супер. Поработав два месяца, выяснилось, что очень большое количество минусов в этом помещении. Во-первых, это подвал без окон, то есть нету естественного освещения, нету вообще вентиляции. А работать без воздуха и солнца физическим трудом, руками, очень сложно, выматывает. Не хочется даже в этот подвал спускаться. Душно, пахнет канализацией, пахнет спертым воздухом. Вода из крана идет ржавая. И вот эта ржавая вода мне убила несколько сотен панно. Я в один прекрасный момент оказался в такой ситуации, что мне сегодня-завтра нужно отдать 30 заказов, а у меня нет ни одного. Я там просто на сутки поселился, как-то все эти проблемы решал. Я заказывал воду в кулерах, сотни миллилитров. И делал из этой питьевой артезианской воды изделие из гипса. И понял, что нужно переезжать. Срочно нужно переезжать, потому что это не дело. 3D принтеры у меня появились 3 месяца назад. Они пока не дают какого-то большого дохода. Основную часть мне дает именно гипсовый декор. То есть то, что ты делаешь руками? То, что я делаю руками. Слушай, Миша, а вот кухня, получается, она же у вас функционирует, правильно? То есть вы здесь и готовите, и полноценно живете. В квартире живет с вами еще мама твоя? Да, все верно. Отец у тебя где сейчас? Отец у меня сейчас проживает в деревне, на даче. Ему там хорошо, у него там огород, он там работает. Есть какая-то занятость. Он на пенсии, а в Москве ему здесь особо делать нечего. Он вообще заезжает к вам в гости? Заезжает, приедет на следующий выходной. Я понял. Ну пойдем дальше, покажем, что у тебя еще есть. Друзья, смотрите атмосферку, делайте выводы, как люди живут, как люди крутятся, вертятся, зарабатывают деньги. И вот такие вот вещи ты собираешь. Смотри, у тебя рыбки, цветочки, птички, фигурки. Вот смотри, ты сделал, давай, расскажи мне на живом примере. И далее ты это выкладываешь на маркетплейсах на продажу, правильно? Все верно. Первым изделием я посмотрел, чем люди торгуют, и купил вот таких вот птичек. Снял с них силиконовую форму, это копия. Боим, откровенно, копия, я их не сам лепил. Снял с них силиконовую форму и за две недели заработал 5000 рублей. Эти 5000 рублей я вложил в следующее изделие. За следующие две недели я уже получил 10 тысяч рублей. Я торговал только на Авито. Вайлдберрис, Азон, я вообще не знал. Первый год это было только Авито. И в дальнейшем я решил выпускать какие-то свои изделия. Не копировать чужие, а выпускать что-то свое, эксклюзивное, чтобы это было только у меня. Пойдем, показывай. Ты как, учился где-то? Это же делать надо, чтобы руки прямые были. Я в детстве ходил в художественную школу, но рисовать я никогда не любил. Мне всегда больше нравилась скульптура. Ну и ходил, поскольку ходил. Я закончил художественную школу и никогда не думал, что спустя 15 лет это как-то может повлиять на мой вид деятельности. Показывай, какие твои скульптуры, то, что сделал непосредственно ты. Значит, вот это вот карта мира. Я нашел модель в интернете, которая есть в общем доступе. И заказал ее, чтобы мне вырезали на фрезерном станке. Из дерева, из бука. За 15 тысяч рублей мне ее вырезали. И я с нее уже снял силиконовую форму. И начал делать штамповки, копии, тиражировать их в большом количестве. И это покупают? Да, это покупают. Вот сколько она стоит такая? На данный момент 4,5 тысячи рублей. А себестоимость у нее? Себестоимость... Ну, если мы говорим про сырьевую себестоимость, именно только по материалам, 200 рублей. Гипс, краска. А что еще ты сюда добавляешь, помимо материала? А если... Ведь у всех же себестоимость разная. У всех разная аренда. У всех кто-то платит зарплату, налоги, комиссии маркетплейсов. Или это просто самовывоз, доставка. Тут очень много данных. Но вот сырьевая себестоимость низкая. Дальше мы уже туда накручиваем все остальные показательные факторы. Слушай, ну вот эти птички различные, рыбки, у них себестоимость 10 рублей? Ну, килограмм гипса стоит 25 рублей. Соответственно, у этой птички может быть себестоимость пару рублей. Два рубля. А ты ее продаешь за сколько? Изначально по 500 рублей продавал одну, когда только начинал. Сейчас уже, конечно, конкуренция больше и ассортимент шире. Поэтому я могу позволить себе продавать по более низкой стоимости, но много. Ну, по более низкой это сколько? Сейчас полторы тысячи, пять штук. То есть... По 300 рублей. По 300 рублей. Слушай, а для чего их покупают и кто? Вот кто твои вообще потенциальные клиенты? Кому это надо? Куда это добавляют? Что с этим делают? Птичек вешают в изголовье кровати. Это идет как декор комнаты, декор гостиной. У меня был один заказ. У меня сразу купили 27 комплектов. Это был отель. Он в каждый номер повесил по комплекту. Кто-то покупает просто дырку от самореза закрыть. Ему нужна там одна птичка. Или еще две для того, чтобы было как-то покрасивее. В основном в детскую, в гостиную целевая аудитория женщины. Пойдем дальше. Значит, смотри. Получается, с правой стороны мы заходить не будем, но здесь комната. Там у тебя сейчас брат. Правильно? Ты в гости, что ли, приехал? Ну, он со мной живет. А, то есть с вами здесь тоже брат живет? Да. А, ну вот. Получается, здесь у тебя брат и мама в одной комнате. У тебя брат сколько лет? 42. Ну, а чем он занимается? Он работает в сфере гостиничного бизнеса, в отелях. Короче, пока одинокий, правильно? Жены нету. Так, идем дальше. Прихожая. Показываю свою следующую комнату. Это комната ваша непосредственно с женой. Где, собственно, живете, ночуете, спите вы. Но в тот же момент ты здесь тоже промышляешь бизнесом, правильно? Рассказывай, что здесь делаешь. Здесь мы живем. Эта комната у меня как бы под склад. В одном углу у меня стоят коробки. В другом углу хранятся силиконовые формы. Заказал пенопласт в два раза больше, чем тогда. Просто в комнату не зайти. Буду сейчас разгребать. Показывать полноценно, куда вы приходите на вечер ночевать. Пойдем дальше. Друзья, посмотрите еще, смотрите, высота потолков 3,10 примерно. И в силу того, что дом относительно старый, тоже своеобразная планировка. То есть, тут мы заходим, вот эта вот арка сделана, это же было изначально, да? Это не ты делал? Нет, не я. Вот. Заходим, смотрите, первая ванна. И ванна, например, у нас с окном. То есть, ты можешь мыться, там подойти, пожалуйста, посмотреть во дворик, в котором мы, собственно, начинали снимать вступление. Далее у нас сейчас будет с вами санузел второй. Ну, я называю санузел, подразумеваю, что туалет. Пожалуйста, туалет. Здесь у нас идет вон счетчик. Обратите внимание, прямо в квартире, да? Здесь у нас комната ребенка, 10 лет дочке, ушла уже полноценно гулять. То есть, сама по себе планировка квартиры, я думаю, вам ясна. Но изюминка, как я сказал, как раз заключается в том, чем занимается Миша. Знакомьтесь, Анастасия, супруга Михаила. С ним вы вместе уже 13 лет. 14. 14 даже, вот. А Миша не накосячил, сказал 13. Не помнит, Настя, потом проведешь с ним беседу. Дочери 10 лет, ушла гулять. И вот, когда заходишь к вам в гости, попадаешь, я бы сказал так, в творческую атмосферу, что Миша у тебя занимается, дочь тоже, вот, пожалуйста, что-то лепит, собирает, бисер и так далее. Отсюда у людей будет первый вопрос. Они сразу скажут, дома производство сделал. Как тебе вообще жить в квартире, где муж занимается, понятное дело, работа, зарабатывает деньги на всю семью. Миша содержит вас всех, тебя, дочь, маму, квартиру оплачивать, правильно? Ну да. Вот расскажи нам, каково жить в такой атмосфере, когда у тебя на кухне производство и так далее. Когда на кухне производство, жить, конечно, сложно. Ну, сложно, тут ничего прекрасного сказать нельзя. Мы постоянно со шваброй, с веником в руках, но у всего есть какие-то издержки. Слушай, а как это вот происходило, вспомни, пожалуйста, 2019 год, ну, условно, вы находитесь на отдыхе, залезли на скалу, смотрите по сторонам. И потом тебе муж говорит, все, я, короче, буду заниматься новым направлением. И начинает развивать скульптуры, покупает гипс, еще что-то. Ну, знаешь, кто работал в компании, в разной, да, уходил на работу, возвращался домой. Ну, очень разные дети. А тут что-то у него стрельнуло в голове, и он начинает что-то лепить, творить. Каково это было? Ну, я, если честно, наверное, всерьез это все не восприняла. Может быть, он как-то это комментировал. Но да, у меня было такое скептическое отношение. Ну, хочется ему, пусть что-то, собственно, делает, пробует. Но я не верила, что это вообще будет куда-то уходить, кому-то продаваться, и была очень в шоке. Собственно, первые его продажи, это были такие, смотрите, я продал, бегите все сюда. И я поражалась, не верила, и да, мне это немного в укор, конечно, вставало, что вот, как же так, но... А было такое, что, знаешь, может быть, какие-то ссоры начинались из серии, что ты смотришь, раз мешок принес, второй мешок принес, уже четыре мешка дома наложил, уже один стеллаж занял, второй, третий. То есть, когда вот это развитие перло, что все больше, 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 или как? Как? Если честно, вот так вот прям про мешки, что он тащил их, и я как-то возмущалась, не помню. Единственное, на что я могу возмущаться, это когда он накладывает это все, и оно разлетается, он очень такой, как, ну, не то чтобы неаккуратный, но очень в своем во всем процессе, и он торопится, накладывает, потом мешает. Потому что, когда, если я за это берусь, у меня бывают такие случаи, что я отливаю птичек, там, обчесываю их, я это все делаю максимально аккуратно, что у меня нигде ничего, вообще ни капельки, и все сразу убрано. А он пылит. И вот на это, да, я возмущаюсь. А так, когда он тащил мешки с гипсом или строил стеллажи, собственно, как-то... Ну, а ты вот в чем, получается, помогаешь ему по работе? То есть, периодически тоже, да, что ты делаешь? Я могу отливать птиц, ну, то есть, мелкие изделия какие-то, потом я могу их доводить до состояния уже товара готового к продаже, то есть, обчесывать, ну, как, заделывать мелкие дырочки всякие, потом... Собираю коробки, собственно, я в основном всегда нарезаю материал, пупырку, упаковываю, ну, вот, все такое. Были моменты, когда он еще работал, я развозила заказы, отвозила на Wildberries, ну, вот, как-то так. Чем могу всем. Дочь как вообще смотрит на все это дело тоже? Что-то спрашивает или ей в целом, как бы, это направление очень интересно вообще как? Ну, у нее по-разному. У нее бывали моменты с интересом, она к этому относилась, пыталась сама что-то отливать, потом интерес ослабевал, ну, как-то, как ребенок любой. Когда-то интересно, может быть. Мама что говорит? Мама? Да. Мама прекрасная женщина, она ко всему очень хорошо относится, очень позитивно и очень радуется просто за сына, который куда-то стремится, движется, да, она ничего плохого, и вот как раз тот человек, который никогда не высказывается плохо. Слушай, расскажи мне вот твое видение вашего идеального жилья, вот, трудится муж, зарабатывает, все деньги, как бы, как бы кто ни говорил, деньги не могут сделать счастливыми, деньги зато могут дать возможность купить квартиру, еще что-то. Вот, как бы ты хотела, что это у вас должна быть, трешка в новом доме, в старом доме, однокомнатная квартира, не знаю, ну, что ты видишь? Это сложный вопрос. Я просто вообще люблю старый фонд, мне безумно нравится, вот, даже вот эта квартира, хоть она и может быть потертая, такая побитая, и кому-то покажется жуткой и страшной, но я ее люблю. Вот эти вот подоконники огромные, окно в ванной, ну, на всех производит эффект, просторно и подъезды мне нравятся, вид дома, все вообще, вот это все мне очень нравится. Но сейчас иногда уже посматриваю и на новые ЖК, у нас здесь строится Айлав, к примеру, жилой комплекс, он мне очень нравится. Детские площадки за твоей спиной, ну, с одной стороны, она как бы новенькая, но с другой стороны, скудная, а в новостройках ты сам видел какие. И все из этого вытекающие, все те плюсы, которые несет в себе новостройки. Да, несомненно, у меня есть такая цель, я очень хочу переехать в новостройку, у нас здесь как раз недавно построили новый ЖК Айлав, куда-нибудь повыше бы забраться, чтобы с одной стороны был вид на ботанический сад и водных, а с другой стороны вид на сокольники. Слушай, ну, а сколько стоит в этом ЖК квартирка? Квартирка стоит примерно 38 миллионов, это вот если рассматривать трешку без ремонта, вот на данном этапе. Ну, давай продолжим с тобой историю, ты съезжаешь с подвала, с аренды и берешь новое помещение в аренду, что это было? Помещение я искал старым проверенным способом, каждый день мониторил различные площадки и в один определенный момент опять нереальное щедрое предложение, аттракцион невидной щедрости. За 50 тысяч внутри третьего транспортного кольца сдается помещение, по-моему, 87 с половиной метров примерно. Есть окна, отдельный вход, мокрая зона, центр ЦАО. Я подумал, что я там сейчас сделаю просто самую крутую творческую мастерскую, туда люди ко мне будут приходить как в музей бесплатный и буду его, соответственно, продвигать. Вот, я к ним туда приезжаю и мне говорят, значит, да, помещение сдается, соответственно, 100 тысяч рублей нужно заплатить. Это первый месяц и последний, плюс комиссию агенту. Но есть один нюанс. Мне директор, я общаюсь с директором, мне директор говорит, у меня тут есть кое-какие долги, можешь наличкой дать? А я человек такой, ну, доверчивый, что ли, все время к людям по-свойски. Говорит, да, без проблем, пошел, снял банкоманд 100 тысяч, просто отдал. Он говорит, я тебе их завтра переведу обратно и ты мне как надо на расчетный счет перекинешь. Мне просто сегодня деньги нужны. Я говорю, вообще без проблем. Оплатил и на следующий день я туда заехал. Значит, директор, который был в этой конторе, я так понимаю, он был какой-то там номинал и у него было немножечко не в порядке с головой. Вот. В чем это заключалось? То есть, деньги он мне не возвращал, чтобы я ему перевел на расчетный счет. Говорил, все, ну, у тебя же оплачено и оплачено, все. Вот. И ходил передо мной, делал вид, что если речь идет меньше миллиарда рублей, то он даже голову не поворачивает, и что он такой какой-то очень богатый тип. Ходил прямо передо мной по телефону, делал вид, что да-да-да, переводите мне там 30 миллионов долларов, а через 15 минут подходит и говорит, есть тысяча рублей до завтра. Это был первый звоночек. Я ему сказал, извините, нету. На следующий день он подходит и спрашивает, слушай, есть 50 тысяч? Мне тут надо что-то сделать, я тебе там завтра отдам. Я говорю, извините, я вам все заплатил, вот, следующий платеж вам будет такого-то числа. Ну, все. С этими вопросами я прошу ко мне не подходить, как бы, больше. Он говорит, слушай, а возьми процент под один процент, ой, возьми кредит под один процент. Я говорю, что? Нет, говорю, все, вопрос закрыт. Проходит еще несколько дней, он подходит ко мне, говорит, есть 34 тысячи в долг. Мне это начинает все немного напрягать. Я начинаю изучать информацию о компании и вижу, что они по уши в долгах. У них куча судебных дел, должны там больше 10 миллионов рублей. И начинают ходить в это помещение приставы, его искать. А он делает вид, что он это не он, вообще здесь случайно оказался. Я на все это смотрю со стороны, я слышу из коридора. И это все меня начинает напрягать. И там было много фокусов. То есть там у людей настолько не было денег, что они не могли поставить замок на входную дверь. Там входная дверь просто, вот с улицы входная дверь открывается, и там нет замка. Заходи, кто хочет. Кран не могли починить. Все говорили, чтобы я это должен делать. Хотя я не обязан этим заниматься. Это места общего пользования. Один раз они выкинули такой фокус. Им нужно остальные помещения сдать. А дверь без замка. Они просто пока меня нету, сняли с моего офиса замок и поставили на входную дверь. Я прихожу, дверь закрыта, я попасть не могу. Что за прикол, мне работать надо. Я ему звоню, говорю, я не могу попасть. Он говорит, я сейчас приеду из дома, тебе открою. Ну вообще непорядок как бы полный. И в один прекрасный момент он мне говорит, слушай, вот если мы сегодня не сообразим 50 тысяч, нас здесь завтра всех закроют, арестуют и выгонят. Есть постановление о том, чтобы мы освободили помещение. Я ему говорю, 50 тысяч мы не найдем, но зато я вам сегодня вышлю договор о расторжении, акты все и прочее. А у меня на тот момент там уже построены перегородки, там уже у меня покрасочная камера. Я сам своими руками гипсокартонные перегородки возводил, материал завозил. Там все друзья, у меня там с трех квартир куча стеллажей. Мебели. Я оказываюсь в ситуации, что мне нужно за день переехать. Ну обратно домой, видимо. Ну, не мая грузчиков, мы все это разбираем. Это занимает там больше суток. И переезжаем обратно ко мне домой. В итоге директор мне потом звонит, устраивает истерику, что я пол не подмел. И поэтому он мне не будет подписывать договор. А ситуация в следующем, что мне через два месяца уезжать в отпуск. С семьей. И у меня уже нет ни эмоциональных сил, ни физических, ни психологических. Опять искать помещение. Опять его обустраивать, строить перегородки. Я напоминаю, по 400 заказов в месяц у меня на тот момент идет. Мне их нужно делать, а не заниматься переездами. Я работаю один. И я переехал домой, доработал до отпуска, съездил. Вернулся из отпуска я два месяца назад. Соответственно, я вернулся из отпуска. У меня работы просто выше крыши. Это на неделю не вылазить. Это называется вычитаем сон, остальное время работать. И сейчас я активно решаю этот вопрос с помещением, потому что я не хочу заниматься этим в квартире. Я считаю, нужно рабочее место и лично разграничивать. Иначе какая-то эмоциональная усталость. Ты когда просыпаешься на работе, тебе это уже видеть все не хочется. Нужно разграничивать. Это я понял точно. Слушай, ну давай затронем блок про деньги, про налоги. Потому что ты же работаешь в открытую. У тебя есть форма самозанятой. Вот расскажи, что у тебя там оформлено. И сколько вообще за последние 3-6 месяцев удается зарабатывать на всем этом деле в месяц. Какую цифру можешь назвать среднюю? Ну, средняя цифра, наверное, на данный момент где-то от 200 тысяч, если мы говорим чистыми. Это вот за последний период. В сезон она больше. Допустим, вот в последний сезон, это январь-февраль, было где-то по 350 тысяч. Это чистыми. Соответственно, обороты были порядка 600 тысяч рублей и выше. Но с этой суммы ты, получается, какой-то налог платишь же? Я плачу налог 4%. С оборота? С оборота, да. Случай работы с маркетплейсами, это идет как оказание услуг физическому лицу. Маркетплейс выступает агрегатором. Услуги я оказываю конечному покупателю, физическому лицу и плачу налоги 4%. У меня это все подключено через мой налог, через партнеров автоматически. Все это высчитывается, каждый платеж. Я сам чеки не вбиваю. Все, это все в полностью автоматическом режиме происходит. Ну, 350. 350. Если брать рекорд, допустим, по дню, сколько можно заработать за день. Вот я говорю, мне один раз позвонил один отель и сказал, им нужно там, не помню сколько, там 27 номеров нужно было украсить. У меня заготовки уже были. Я часов за 10 их все обчесал. И, по сути, я за сутки заработал порядка 70 тысяч рублей. Вот это, если говорить про... Ну, что, те, кто смеялся, твои кореша, там говорили, Миша, ничего, крыша поехала, хренью какую-то занимаешься, птичек он делает начал, с работы ушел. Сейчас вот, когда видят твои размахи, там не спрашивают у тебя, типа, что, Миша, ну, что, идет дело, сколько зарабатываешь? Есть такие вопросы? Не спрашивают, кто-то хочет повторить. Я им, моим друзьям активно это помогаю, советую, потому что я хочу, чтобы у них тоже в жизни все было хорошо. Ну, вот расскажи нам про конкуренцию. Вот ты говоришь, я им советую, понятно, дело, там, это твой подход, но, опять же, конкуренция вокруг. Если все сейчас начнут им заниматься, то, соответственно, птички твои будут стоить не 500 рублей, а 100 и так далее. И ты сам же будешь зарабатывать меньше. Значит, не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Я очень много разбираюсь в рекламе. За последний год я запустил более 150 рекламных кампаний. Я постоянно анализирую разные показатели. Показатели кликабельности, показатели конверсии. Потому что ведь бывает такое, что вроде показатели кликабельности хорошие, а заказов нету. Либо показатели кликабельности плохие, а заказы есть. Ты начинаешь чесать голову и думать, а почему так? Может быть, я не тех клиентов привлекаю, не в той рекламной кампании кручусь. Может быть, у меня товары выложены в другой категории. Что клиент заходит и не находит того, что он... Фотография классная, он туда заходит, но не находит того, что ему надо, и уходит. Мы имеем высокий показатель кликабельности, но малое количество заказов. По всем этом нужно разбираться. Во-вторых, работа действительно сложная, монотонная. Вот представь себе, весь день чесать птичку. Одну. Каждый день. Одно и то же. По 10 часов. Вот отсюда вопрос тебе сразу, прям по ходу движения. Я помню, ты мне говорил, что у тебя уже есть сотрудник. Да. Удаленный. Которого ты отправляешь, а вот он эти птички чешет. Да, у меня есть сотрудница. Я хочу попробовать такую модель, как удаленные сотрудники, которые работают у себя на дому в формате подработки. Эта работа может подойти пенсионерам, людям с ограниченными возможностями, студентам. Вот всем, кому нужна подработка на дому, и у кого есть, допустим, там несколько квадратных метров. Я могу им привезти там просто коробку отлитых птиц, мне их нужно отшлифовать, я ее потом заберу. Ну вот давай, например, в коробке сколько будет птиц? Ну будет 100 птиц. 100 птиц. А сколько по времени плюс-минус это занимает? У меня это занимает часов 7-8, вот плотная работа. То есть у человека умножаем на 2, там, 18 часов, 20 часов, ну, неподготовленному. То есть неделю почти рабочую. Короче, 4 дня ты работаешь в неделю по 4 часа. Да. Там 4-5 часов. А сколько денег он за эту коробку получит? За эту коробку он получит 2,5 тысячи рублей. За все? Ну, за то, что он, да, там часа. Ну, тебе не кажется, что это как-то маловато? 20 часов, 2,5 тысячи. Ну, есть разные товары просто. Сейчас вот у меня сотрудница, которая работает, я отдал самые простые товары. Их можно делать и больше. Есть сложные, которые нужно реально каждую крылышку обводить, каждую крылышку выводить. Я верю в то, что этот навык, он нарабатывается. И потом, когда человек уже с закрытыми глазами может это делать, он выходит на такие объемы и может зарабатывать. Вот, допустим, вот эти 2,5 тысячи в день, ему не надо тратиться на дорогу. Он может дома слушать какой-нибудь подкаст, заниматься своей работой. Вот, допустим, выходной день. Кто-то, может быть, хочет по 2 часа в день заниматься. Вот он будет заниматься этим по 2 часа в день и иметь плюс 20 тысяч в месяц. Вот так вот, мне кажется. Целевую аудиторию я решил поделить на несколько сегментов. Это детская аудитория, взрослая аудитория, взрослая аудитория, те, кому нужен подарок за 500 рублей, и те, кому нужен подарок директору, руководителю. Я понимаю, что 500 рублей потратить легко. Поэтому есть товары, которые стоят дешево, их покупают действительно много. Говорю, там, дырку какую-нибудь закрыть или еще что-то. Есть подарки, которые я позиционирую как корпоративные подарки руководителю, генеральному директору. К примеру, это может быть такое перо. Это может быть такая вот картина, тоже скульптура. Почти точно репродукция Микеланджело, створение Адама. Мне кажется, это отличный корпоративный подарок руководителю. Учитывая, что стоит она недорого. Сколько? Если это самовывоз, то 2 500 крашеная. А крашеная, смотри, она сейчас, ее надо раскрашивать еще или как? Сейчас она не крашеная, она еще не высохла. Но она белая, так и будет просто белая? Да, она будет белая матовая. То есть идея в том, что есть классный продукт, коллектив скинулся по 200 рублей, подарили директору что-то прикольное. Или герб вон тот, или карту. Это уже подарки руководителя. Я их так позиционирую. Выходим с вами на улицу, куда Миша выходит под покровом ночи. Ну, вечером ты сюда выходишь. И что ты здесь делаешь? Я сюда выхожу красить свои изделия. То есть здесь, скажем так, тоже часть твоего рабочего процесса проходит? Ну, покажи место, где ты и что ты делаешь. Я беру подготовленное изделие, кладу его на картонку, в руку, в карман баллон краски, выхожу сюда, ну, в респираторе и крашу. Он там, да, показывал, где-то возле стеночки? Ну, я хожу вот так вот, чтобы сильно тоже этим не дышать. Вот так вот хожу, на слоя один открасил, положил, 5 минут подождал, еще на слой открасил, 5 минут подождал, еще покрасил, все, отнес домой, взял следующее изделие, вышел по новой сложности. То, что от погоды зависит. Если ветер, не покрасишь, если морозь, тоже не покрасишь, снег не покрасишь. Приходится угадывать хорошую погоду. Это очень такой важный момент, почему мне срочно тоже нужно помещение, и я постоянно об этом думаю. Друзья, и сделаем акцент, да, что, понятно, дело, что здесь рядом детская площадка, понятно, дело, что ты, девушка, а детей здесь нет, что не так, что ты тут красишь, запахи краски, а дети бегают, играют, это, естественно, нет. Расскажи вообще, разбег цен на всю твою продукцию, которую ты производишь, вот самая дешевая вещь в продаже и самая дорогая, чтобы просто хотя бы понимать разницу? Ну, одни из самых дешевых, ну, допустим, вот такие акулы. Это ты сейчас их делаешь уже на этом 3D принтере? Это на 3D принтере, да. А их тоже берут? Да, их берут. Это как антистресс-игрушка или игрушка для ванны, вот она стоит 700 рублей. А себестоимость у неё? Себестоимость, ну, 50 рублей. Вот. Если бы, самые дешевые, ну, допустим, такие фигурки Будда Ганеша, каждая по 250 рублей стоит. Они ещё не обработаны, основная работа моя заключается в том, что я их шлифую и довожу до идеала. Я убираю различные сколы. Вот, чтобы понимать, я сижу 8 часов и шлифую птичку, рыбку, наждачкой. И потом это всё упаковываю и отправляю. Довожу до идеала. Где-то пузырьки затираю, а потом феном сушу. Вот. Ну, а самая дорогая? Ну, самое дорогое, это у меня перо. Сколько? 10 тысяч. 10 тысяч. А себестоимость ему? Ну, себестоимость там небольшая, 600 рублей. А в чём разница? Почему вот перо 10 тысяч стоит? А, потому что оно очень много занимает времени. Это полдня. Оно ещё вот не готово. Там же нужно золотые прожилки нарисовать. Всё это классно сделать. Да, я посчитал, что мои руки должны приносить мне, ну, минимум, тысяча рублей в час. Вот, по факту оно выходит 1000-1300 рублей в час. Ну, и за рабочий день выходит десятка чистыми. Соответственно, чтобы выйти на тысячу рублей чистыми в час, нужно прямо вот по секундомеру посчитать, сколько занимает упаковка, отливка, шлифовка. У меня дома всё так устроено, что я заливаю сразу много изделий. Сразу 30 формочек. У меня там построен как конвейер. Всё оптимизировано на объёмы. Вот. И отсюда я уже на эту чистую прибыль накидываю комиссию маркетплейсов, логистику, налоги, такси, стоимость привлечения клиента, там, зарплата, если необходимо, расходные материалы, аренда. Это всё уже как бы накидывается на ту чистую прибыль, которую я хочу получить. Это прикольно. Это статуэт куда ты получается сделал? Типа фанат, который что-то бросает, что ли? Это Бэнкси. Бэнкси? А, художник. Художник, да. Это пацифистская такая тема. Он вместо коктейля Молотова бросает розу. Гипс фасадный. И то есть ты здесь начинаешь это дело замешивать, да? Да. Дрель обычная. Дрелю, то есть ты всё взбалтываешь. Тележка для того, чтобы ты перевозил какие-то вещи, да? Ну, тележка. Я на полу выкладываю формы. На эти формы сверху ставлю тележку. И получается, что у меня как одна тележка над другой тележкой, как выдвижной ящик, на одном квадратном метре у меня много заливок происходит. Слушай, ну общаясь с тобой, я тебе так скажу, видно, что ты этим делом горишь. То есть тебе прям нравится, да? Да, очень. Кто-то посмотрит, скажет, какие-то статуэтки. Ну, то есть тема такая неоднозначная. Вот в этом-то и изюминка, вот сюжет этого моего. А здесь как бы ты прям вот и рыбок, и что-то собираешь, и пытаешься это разделять. И в целом как бы по кайфу, что называется. Да, это мне очень нравится. Я ведь еще каждый день получаю очень много положительных отзывов на свою продукцию. Это дает мне очень большой заряд и мотивацию двигаться дальше. То есть зарабатывать деньги красиво. Вот так скажем. Слушай, расскажи, как вообще пришла идея с 3D-принтерами? Почему ты решил их взять? Увидел востребованность, то такие поделки тоже нужны? Идея с 3D-принтерами мне пришла во время просмотра сериала «Уэнсдэй». Семейка Адамс, знаешь? Там рука такая была двигающая. И я в какой-то момент подумал, а есть ли такая рука на Авито, смогу ли я ее перепродать? Я нашел эту руку, покупал ее по 700 рублей, а продавал по 1900. И у меня ее покупали каждый день. Я думаю, что я плачу 800 рублей? Я закажу, я лучше куплю себе принтер. Во-первых, это мне интересно. Это можно дочку научить моделированию. Ведь можно все, что ты смоделируешь, можно распечатать. То есть это как бы и в обучающих целях, и как дополнительное хобби, и как дополнительный источник заработка. И ниша свободная, это новое какое-то такое направление. Я не скажу, что оно простое, оно новое. И я решил этим заняться. Почему нет? Место есть. Идея мне нравится. Планирую развиваться, там, до 10 принтеров. А что второй тогда сейчас не работает? Этот печатает заказ. А здесь просто кончилась катушка, я ее не успел поменять. Вот поменяю и сразу поставлю на печать. Я очень слежу за тем, чтобы я должен быть постоянно в ресурсе. Я считаю, что человек, свой рабочий день, должен начинать себя и заканчивать собой. Мой рабочий день выглядит следующим образом. Встаю я в 9 утра. Я практикую иглостояние. У меня уже есть доски. Я стою на гвоздях. У меня доска, продвинутый уровень. Расстояние между гвоздями 12 мм. Это очень больно. Но мне нравится. Я привык на ней стоять. Я постоял, позавтракал. Потом я иду в спортивный зал. Тренируюсь. У меня там сейчас на уровне мастера спорта, по многим показаниям, мои силовые. Потренировался. Сходил в баньку обязательно, попарился. А банька где? При зале, что ли? Прямо в зале, да. Ну, сауна. Сауна, да. Стараюсь сейчас привить себе привычку читать нужную мне литературу. Я выхожу из спортивного зала. У меня в 100 метрах Останкинский пруд. Красота. Я сажусь, читаю книжку. Примерно в час дня я возвращаюсь домой после всех этих процедур. Пообедал, посмотрел телевизор. Если это воскресенье, посмотрел день воскресный. И где-то с двух, с трех начинается мой рабочий день. И длится до 12 ночи. В 11 я выезжаю на склады Вальдберрис. В 12 я там возвращаюсь. И у меня есть еще два часа на себя. Тут я волен делать, что хочу. Могу смотреть телевизор, но мне больше нравится копаться в своем магазине, настраивать рекламу, что-то фотографировать. Вот меня это зажигает. Я не работаю над какими-то заказами, которые уже заказаны. Ну, в общем, руками уже не работаю, уже больше головой. Смотри, у тебя сейчас супруга не работает, потому что она тебе местами помогает, правильно? Да, она мне сильно помогает. Сильно тебе помогает. А чем мама занимается? Мама работает в Деканате, в финансовой академии. А, она в университете работает? В университете, да. Ну, мама вообще поддерживает, правильно? Все твои вот эти надвижения, начинания, движухи, все твои. Да, мама поддерживает. Мама к этому очень хорошо относится. Тоже меня мотивирует. Я этому очень рад. Я первый год все свои деньги реинвестировал. Полностью все. И в какой-то прекрасный момент я решил купить себе фрезерный станок домой, чтобы вот это все не заказывать на подряде, а вырезать, ну, со самому. Я его купил и даже успел на нем сделать несколько работ. Сейчас я их покажу. Вот это была полная жесть. У нас на всю кухню стоял гигантский, шумный фермер. Это просто лучшие полгода в моей жизни. По бизнесу двигается. Вот эту картинку я просто нашел на Пинтересте. В CorelDRA сделал там быструю трассировку, разложил по слоям, запустил управляющую программу и распечатал, ой, и вырезал из фанеры на фрезерном станке. Потом склеил, покрасил, получилась вот такая вот картина. Ну, вот, да, да, да. Как раз вот в отель, домой, для декора, то, что надо, да? Она еще 3D, что, конечно, круто, что вот она у вас собирается по слоям. Так. Я понимал, что фрезерный станок – это очень громкая история, там, 74 децибела. Но я руководствовался так, что сейчас впишемся, а потом разберемся. У нас так всегда. Вот. Но не получилось. А не получилось что? Фрезерный станок, он размером метр двадцать на метр двадцать. Плюс водяное охлаждение подсоединяется к компьютеру. Он у меня сразу занял треть кухни, и он орал своей фрезой так, что мне там сосед с шестого этажа писал, Мишанин, опять станок включил. А я приходил домой с работы в восемь вечера, и мне нужно было с девяти до трех на нем поработать. До трех ночи? Да. Ну, тебя, короче, здесь соседи проклинали, да? Я даже не стал этого делать, потому что я хочу работать комфортно, а не думать о том, что я кому-то мешаю. Я понял, что это я погорячился. Ну, сколько ты раз его включал? Ну, я сделал изделия штук двадцать, вот таких вот, наверное. Поработал за ним пару месяцев, урывками. Я не мог поставить на двадцать часов вот такую карту, такая карта двадцать часов урезается. Я понимал, что я не могу этого сделать в квартире. Ну, продал. Вот это была неудачная инвестиция в сто пятьдесят тысяч рублей. Ну, а ты не выбрал вариант сохранить этот фрезер, чтобы потом в дальнейшем куда-то ты переедешь в помещение и взять его? Нет, я решил, что все-таки нужно держать фокус в одном, заниматься дальше гипсом, не распыляться. И фрезерный станок, как и лазерный, он будет просто позже. Позже. Слушай, ну что, вспоминаешь, да, как это было? Как это было? Фрезерный станок. Да, 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 напомни, как это. Это было так, да, или как? Это было просто очень масштабно, это было тесно. Ну, вот у нас он занял практически всю кухню, и чтобы куда-то пройти, нужно было вот так обходить. Плюс стол. Плюс шуму, да, да, да. Плюс шум, но вот самое ужасное это именно теснота. Ужас просто. Я была так счастлива, когда его увозили. Ра! Планы у меня очень большие. Во-первых, мы будем дальше расширять ассортимент. Сейчас мой ассортимент более ста позиций. За год я сделаю еще сто. Расширяем географию продаж. Когда и если у нас разблокируют PayPal, я сразу выхожу на международные рынки. Это eBay, Etsy, Amazon и прочие маркетплейсы. Я арендую помещение, я нанимаю сотрудников. У меня есть формы для проведения детских мастер-классов. Я их уже проводил. То есть есть идея оказывать услуги по проведению творческих детских мастер-классов пенсионерам, детям, людям там, опять-таки, с ограниченными возможностями. Даже бесплатно. Мне это нравится, я готов это делать. Когда у меня есть на это свободное время, конечно же. Какой ты видишь для себя комфортный доход? Понятное дело, что чем больше, тем лучше. Это понятно. Но вот вообще цель какая? Сколько в месяц минимум, чтобы должно было быть? Ну, учитывая, что мне удается как бы удваиваться из года в год по доходу, я планирую держать эту планку и дальше, то я хочу в этом сезоне уже выйти на 500-600 чистыми и за год максимум выйти на миллион чистыми. Но ты копишь деньги или все, что ты зарабатываешь, ты постоянно что-то куда-то вкладываешь или у тебя уже какие-то накопления появляются? На данный момент я все вкладываю обратно. То есть я впервые, я можно сказать, дорвался до каких-то нормальных денег. Я стал раз в два месяца путешествовать. Мы объехали за три месяца Казань, Анапу, были там в Калуге, в арт-парке. Это тоже проресурсное состояние. Нужно выезжать, отвлекаться. Сейчас нужны деньги на аренду помещения, на зарплаты, нужна финансовая подушка, чтобы покупать принтеры. Чем больше принтеров, тем я могу потихонечку цену снижать по несколько рублей. Новые изделия выпускать, заказывать на фрезерном станке. Пока что я планирую реинвестировать большую часть дохода. И параллельно, конечно же, откладывать какой-то кэш, чтобы была подушка безопасности. Ставь лайк, если час пролетел незаметно. Вот она вам живая история из жизни. Банальные фразы, стандартные поговорки. Под лежачий камень вода не течет. Найди занятие, которое приносит тебе удовольствие и деньги. И больше никогда в жизни ты работать не будешь. Миша тому подтвердение. Сотни тысяч людей по нашей планете тому подтверждение. Друзья, никто вас не призывает сейчас купить себе 3D принтер, начать делать в том числе птичек из гипса. Нет. Вот человек горит и вы прекрасно видите. Все, что ему сейчас нужно, это взять помещение в аренду, уже брать команду. Кто этих птичек будет чесать, ведь это занимает много времени. И он уже будет пассивно даже, можно сказать, срабатывать как руководитель, проверяя все этапы работы. А дальше больше, больше ассортимент. Ну и все, что он рассказал. Я надеюсь, этот ролик вам был интересен. Он вызвал вас на какие-то эмоции, заставил вас о чем-то задуматься. Вполне возможно, что кто-то сегодня, хотя бы один человек, тоже загорится какой-то идеей. В дальнейшем сможет обеспечивать себя и дальше раздавать рабочие места. Тем самым будет круто, не побоюсь этого слова. Пишите ваше мнение в комментарии. Не забудьте подписаться на телеграм-канал. Ссылка на который ждет вас в первом закрепленном комментарии. Спонсор выпуска также ждет вас в описании. До новых встреч. Пока-пока.